Подводя итоги работы за шесть месяцев, руководитель регионального следственного комитета Владимир Никешкин отметил, впервые за последние годы ведомству удалось добиться стопроцентной раскрываемости грабежей, убийств, изнасилований, преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса. Совместно с коллегами из правоохранительных органов многие из них были раскрыты по горячим следам. Раскрыты и расследованы ряд резонансных убийств, в том числе тщательно замаскированных под несчастные случаи. Гибель на пожаре предпринимателей в Рыбанском районе, утопление молодого человека в Косиловском районе. За последние преступления виновные уже осуждены длительным сроком лишения свободы 17 и 16 лет. 20 лет лишения свободы получил один из фигурантов дела об убийстве и разбойном нападении на таксиста, которое было совершено на территории Шиловского района. В этом году завершено расследование 16 уголовных преступлений, что на 60% превышает показатели прошлого года. Одно из громких дел – уклонение от уплаты налогов. Задолжал государству более 66 миллионов рублей директор компании, занимающейся производством автомобильных аксессуаров и удерживающих устройств. Следователи, добившиеся хороших результатов в работе, получили грамоты, благодарности и другие высокие региональные и ведомственные награды. Сотрудников органов следствия по Рязанской области отличают верность долгу и присядель, принципиальность и самоотверженность. Вы с блеском раскрываете самые сложные дела. Благодаря вашей работе жители региона чувствуют себя защищенными, верят в справедливость и неотвратимость наказания за преступление. На заседании коллеги по традиции подвели итоги конкурса, который региональный следственный комитет проводит для средств массовой информации. Работатель ведущей программы «Территория закона» Дина Исляевой отмечена в номинации «Активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления». Валерий Седов, Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания, город.